Донецк В Луганской Народной Республике за прошедшие сутки обстановка значительно не изменилась, не считая того, что на трассе Бахмутка она несколько раз стабилизировалась по сравнению с прошлыми днями. В направлении трассы Бахмутка и прилегающих поселков было зафиксировано три артиллерийских обстрела со стороны Золотого и Тошковки. В штабе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики из станицы Луганской обстреляли район памятника князю Игорю из танка, миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета. В счастье, из станицы Луганской продолжаются стрелковые бои. В районе станицы Луганской украинские силовики получили ответный удар. Над Луганском силами ПВО ополчения сбиты три беспилотных летательных аппарата ВСУ. Около полудня была уничтожена ДРГ ВСУ, попытавшаяся пересечь линию фронта. До середины сегодняшнего дня Народная милиция ЛНР на передовой было зафиксировано 37 обстрелов со стороны ВСУ. Под обстрелами находились населенные пункты Сокольники, Желобок, позиции возле 31-го блокпоста и район села Смелая. Со стороны Золотого и Попасной украинские силовики продолжали артиллерийский обстрел в сторону позиции Народной милиции ЛНР в окрестностях Первомайска. Под обстрелом находились блокпосты на трассе и ближлежащие поселки. Утром ДРГ ополчения в результате вылазки за линию фронта уничтожили три гаубицы Д-30. Решение о дне начала работы судов в ЛНР будет принимать глава республики. Народный совет будет назначать судей Верховного суда, а глава республики остальных судей, а также председателей и заместителей председателей судов. Народный совет на сегодняшний день принял 5 из 7 законов, регламентирующих работу судебной системы. Это законы о судебной системе, о создании судов, о статусе судей, о Верховном суде, о судебном департаменте при Верховном суде. Осталось принять еще два законопроекта – о судейском сообществе и об арбитражном суде. По сообщению главы Министерства государственной безопасности ЛНР Леонида Пасечника, экс-министр образования ЛНР Леся Лаптева находится на свободе и укрывается на территории России. Ранее сегодня украинские СМИ, ссылаясь на некий источник в ЛНР, распространили информацию о том, что Лаптева находится в Луганске и подвергается пыткам и избиениям со стороны сотрудников МГБ. Леси Лаптева нет в МГБ, это не соответствует действительности. Более того, я вам скажу, ее нет и на территории республики, отметил глава службы госбезопасности. Генпрокуратура ЛНР 21 мая возбудила уголовное дело по части 2 статьи 357 Уголовного кодекса в отношении министра образования и науки Республики Леси Лаптевой по факту похищения печати и штампа возглавляемого ею министерства. Служба безопасности Украины и спецслужбы других стран активизировали деятельность на территории республики. Не прекращаются попытки СБУ внедрения своей агентуры в государственные органы, а также подразделения народной милиции и правоохранительные органы. Одной из основных задач иностранных спецслужб является получение разведданных об объектах военной, гражданской и энергетической инфраструктуры. Конечная цель получения этих разведданных – проведение диверсионных актов на территории республики с целью дестабилизации ситуации в обществе. Студенты-бакалавры специальности «Прикладная статистика» Луганского университета имени Тараса Швиченко прошли первый этап государственной тестации по системе экстерната в дистанционном режиме в Мордовском государственном университете имени Огарева. Будущие специалисты показали отличные знания и навыки в будущей профессии, продемонстрировав высокий уровень подготовки. Бакалавры смогли ответить на все вопросы членов экзаменационной комиссии. 75% будущих специалистов получили 5 по итоговой аттестации, 25% – 4. Обеспечение населения водой находится под постоянным контролем и мониторингом МЧС. По запросу администрации городов и районов привлекается дополнительная техника от МЧС. Напомним, что в связи с прекращением подачи воды от водозаборов, расположенных на оккупированной киевскими силовиками территории, ограничена подача воды в Луганск и полностью прекращена города Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Ирмино-Зоринск и Артемовск. В связи с этим в Луганске утвержден график подачи воды, а в городах Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Ирмино-Зоринск, Артемовск подвоз воды осуществляется автоцистернами МЧС и ОКП «Компания Луганск-Вода». Сотрудники МЧС ЛНР ликвидировали последствия почти 20 происшествий, возникших из-за урагана, обрушившегося вчера на центр Луганска. Упавшие из-за разгула стихии деревья повредили пять автомобилей, ветер сорвал кровлю с семи зданий, разбил окна двух помещений. На улицах Луганска образовалось около десятка завалов. В Александровске из-за урагана произошел порыв высоковольтной линии 6 кВт. Без света на сегодня остаются два поселка. Как сообщают в МЧС, в течение суток 26 июня по Луганску местами по территории ЛНР ожидаются грозы при грозе усиления ветра 15-20 метров в секунду. Ввиду низкого рейтинга главы подконтрольной Киеву Луганской администрации Москаля, Порошенко принял решение заменить его более эффективным политиком Сергеем Дунаевым, депутатом от оппозиционного блока, который имеет репутацию одиозного политика ввиду своих заявлений в поддержку жителей Донбасса. Он неоднократно выступал с критикой курса Порошенко на Юго-Востоке, призывая прекратить блокаду жителей республик, за что и был в кругу коллег по Раде обвинен в сепаратизме. Среди европейских политиков заявления Москаля вызывают серьезную беспокоенность и, мягко говоря, вводят в шок. К примеру, в ходе недавнего визита посла Швеции в Северодонецк планировалось обсудить с Москалем начало сотрудничества с ЛНР и прекращение блокады республики, на что Москаль отказался дискутировать в весьма резкой форме, встал из-за стола и просто вышел. В Харькове произошла чрезвычайная ситуация. В короткий промежуток времени в городе было расстреляно три маршрутных автобуса. Около пяти часов вечера на улице Чкалова неизвестный из проезжающего мимо черного джипа обстреляли пассажирский автобус. По предварительной информации стреляли резиновыми пулями. Пострадал один пассажир. Спустя 20 минут случился второй обстрел. На героев труда неизвестными было обстреляно маршрутное такси. Третья городская маршрутка была обстреляна на улице гвардейцев-широнинцев. В двух последних случаях пострадавших, к счастью, не оказалось. Флот военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2020 года планируется увеличить втрое. Такое заявление сделал заместитель начальника штаба командования ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Таран. Количественный состав увеличится не только за счет боевых кораблей, а и вспомогательного флота. В апреле Порошенко распорядился разработать концепцию возрождения национального флота. Также рассматривается возможность возрождения военно-промышленного комплекса в целом, на что необходимы десятки миллиардов гривен. На какие деньги собирается Украина строить новый флот, Таран не уточнял. Президент Украины Порошенко подписал поправки в закон о порядке допуска и условиях пребывания подразделений Вооруженных сил других государств на территории Украины. Согласно пояснительной записке к документу, проведение международной операции по поддержанию мира и безопасности на Украине обеспечит эффективную имплементацию протокола по итогам консультации контактной группы. В частности, таким основанием считается предоставление Украине помощи в виде проведения на ее территории миротворческой операции на основании решения ООН или ЕС. Кроме того, предусматривается запрет на пребывание на территории Украины подразделений Вооруженных сил тех государств, которые развязывают против Украины вооруженную агрессию. Сегодня в Москве после продолжительной болезни ушел из жизни известный российский политик, бывший премьер-министр России Евгений Примаков. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью Евгения Максимовича. Примаков внес решающий вклад в преодоление последствий дефолта и кризиса 1998 года. Его правительство заслонило с собой огромную амбразуру и позволило стабилизировать страну. С именем Примакова связывают перелом во внешней политике России – отказ от атлантизма в пользу концепции многополярного мира. Демарш-политика, над океаном отказавшегося лететь в Вашингтон после известия о начале бомбардировок Югославии, известен как легендарный разворот над Атлантикой. Владимир Путин провел телефонный разговор с Бараком Обамой. По сообщению пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, лидеры обсудили украинский кризис, в частности, ход выполнения минских соглашений. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ситуации в Сирии. Затрагивалась и тема урегулирования иранской ядерной проблемы. Это был первый разговор двух президентов с февраля 2015 года. МЧС России направила в Сочи дополнительную технику на борьбу с паводком. В городе развернуто три пункта временного размещения. В группировке специалистов, работающих в Сочи, почти 1800 человек и порядка 450 единиц техники. 29 пассажирских поездов и 32 авиарейса были задержаны в Сочи из-за ливневых дождей и подтопления инфраструктуры. На сегодняшний день Международный аэропорт в Сочи и железнодорожный вокзал в Адлере вернулись к работе в штатном режиме. В четверг из-за паводков, вызванных сильными осадками, в Адлеровском и Хостинском районе Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации. По уточненным данным, потоплено более 560 жилых домов, эвакуированы около 280 человек. По меньшей мере, один местный житель погиб. Сегодня соединение тральщиков Северного флота завершает начатое накануне в морских полигонах в Баренцевом море практическое учение по минно-тральному обеспечению развертывания основных сил флота. Экипажи тральщиков Котельнич, Ядрин, Соловецкий, Юнга и Коломна проведут зачетные артиллерийские стрельбы по уничтожению плавающих мин и возвратятся в базу. До начала проведения учения морской тральщик-машинист произвел постановку минных заграждений, которые необходимо было обнаружить и обезвредить базовым тральщикам. В процессе проведения учения экипажи базовых тральщиков использовали весь комплекс противоминного вооружения, гидроакустические станции, поиска якорных и донных мин и различного вида тралы. Все выставленные мины и заграждения были успешно найдены и уничтожены. Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию агрессором. Так страну назвали в резолюции о пропавших без вести в ходе конфликта на Украине, принятой на заседание ассамблеи большинством голосов. Кроме этого, в документе Крым назван оккупированной территорией. В резолюции также содержатся рекомендации для украинских властей по розыску пропавших без вести. В частности, рекомендуется создать орган при правительстве, который займется координацией всех правительственных и неправительственных организаций, занимающихся этим вопросом. ПСЕ рекомендует Киеву закрепить в законодательстве особый статус для пропавших без вести, дающий право их семьям на господдержку, в том числе финансовую, социальную и юридическую. В руководстве Евросоюза надеются достичь соглашения с Грецией в субботу. Заседание министров финансов Еврогруппы 27 июня будет иметь решающее значение для греческой проблемы, заявила германский канцлер Ангела Меркель. Накануне на саммите Еврозоны каких-либо результатов достичь не удалось. Лидеры ЕС намерены сохранить Грецию в зоне евро. Однако, по некоторым данным, они уже сомневаются в возможности достигнуть соглашения с международными кредиторами. Программа кредитования Греции заканчивается 30 июня, после чего Афины не смогут получить 7,5 млрд евро кредита для расчета по долгам страны. Общая долговая нагрузка Греции превышает 300 млрд евро. 26 июня 1942 года под Воронежем была образована 4-я гвардейская танковая ордена Ленина, краснознаменная Кантемировская дивизия, которая стала одной из родоначальных танковых войск России. Она вела бои на Курской дуге, Донбассе, Правобережной Украине, Дукельском перевале, Сандомирском плацдарме. Подразделения дивизии освобождали Краков, Прагу, вышли на соединение с союзниками на Эльбе, вели упорные бои под Дрезденом. 32 воина соединения получили звание Героя Советского Союза, пятеро стали полными кавалерами Ордена Славы, свыше 20 тысяч награждены орденами и медалями. После Парада Победы, в котором дивизия в своем полном составе принимала участие, Сталин приказал назвать ее Кантемировской. Ведь именно ее бойцы первыми освободили от фашистских захватчиков село Кантемировку. Сегодня Кантемировская дивизия представляет собой мощное соединение, имеющее в своем составе танковые и мотострелковые полки, артиллерию и части войсковой противовоздушной обороны, а также боевого, тылового и технического обеспечения. С вами была Эльвира Иванова, на сегодня все, до свидания.